Здравствуйте, информационный канал продолжит экспертное мнение. Сегодня у нас в гостях главный государственный инспектор по маломерным судам главного управления МЧС России по Удмуртии Сергей Шулятьев. Здравствуйте, Сергей Иванович. Погода, к сожалению, испортилась, но впереди нас ждет всех летний отдых. И давайте поговорим о том, чтобы это действительно оставалось приятным времени. В Удмуртии в этом году планируется разрешить отдых на воде по разным источникам на 19 или 24 пляжах. Вот какая информация верна и какие территории уже приняты спасателям? Планируется открыть больше, я больше скажу. Начнем с того, что погода действительно еще пока холодная, но мы готовимся. В настоящее время открыто официально три пляжа. Это городской пляж города Ижевска, Чекирилл, спортивный комплекс и поселок Ува. Остальные пляжи пока не открыты. Причин несколько. Основная причина это отсутствие финансовых средств для подготовки пляжей. Многие руководители муниципальных образований сетуют на то, что нет денег на водолазное обследование пляжей, потому что такая процедура не проводится бесплатно. Мы в то же время, государственная инспекция не имеет права принимать эксплуатацию пляжей без акта о водолазном обследовании пляжей. Вот эта проблема существует. А насколько я помню, перед главами стоит задача до 10 июня уже обеспечивать все меры по организации. Такая задача была поставлена на комиссии по чьей чайным ситуациям до 10 июня подготовить и доложить о готовности пляжей к купальному сезону. А вот что дальше? Пляжи не готовы? Я могу сказать, что не совсем так плохо, что есть районы, которые все-таки планируют открыть. Я могу их даже зачитать. Планируется Лоткинский, Завьяловский, Красногорский, Малопургинский, Шарканский районы. Но вот таких районов, как Балезинский, Воволжский, Глазовский, Граховский, Дебёвский, Игринский, Караклинский, Кесский, Киясовский, Можгинский, Сарапульский, Селтинский, Сюмсинский, Юкаминский, Ярских районов не планируется. Это по тем сведениям, которые они нам предоставили. Ну, второй список-то внушительнее у вас. То есть это значит, что пляжный сезон там вообще не откроется в этих районах? Ну, получается так, что люди-то ведь все равно будут купаться. Да, мы же не можем запретить людям купаться на водоеме. Естественно, это может привести к неприятным последствиям. Почему? Потому что, ну, я по опыту могу сказать, что на пляжах, которые организованы, то люди, как правило, не гибнут. А люди гибнут в необорудованных местах. И, как правило, чаще всего даже это не на таких водоемах, как Ежевский пруд или Кама, а на прудах, небольших речках. Потому что особенно эта ситуация будет неприятна, если будут гибнуть дети. А если говорить относительно детей, то я могу сказать, что у нас в республике мало очень проводится работы по обучению детей плавать. Вот пример. 28 мая у нас подросток на Ежевском пруду. Ну, кстати, действительно это оборудованное место. Вот почему такая ситуация произошла? Ну, просто он не умеет плавать. Так сказать, действительно, банальная причина. Трудно сказать, почему в 17 лет подросток не умеет плавать. Но это, естественно, здесь недоработка, я так считаю, и родителей, и образовательных учреждений. Ну, в таких случаях, наверное, не стоит на спасателей здесь надеяться. И просто, если не умеешь плавать, просто в воду не заходи. Конечно. Я с вами полностью согласен. И здесь еще такой момент существует. Я уже не раз его подчеркивал, что люди иногда, когда либо стесняются, или даже когда уже начинают тонуть, то они не подают сигналов о помощи. Вот понимаете, если на Ижевском пруду в самое жаркое время купается там, ну, около, ну, более чем полтысячи человек сразу. Если кто-то молча нырнул и не вынырнул, то спасатель его, конечно, не спасет, не заметит. А нужно всего 5-6 минут для того, чтобы спасти человека. Сергей Иванович, это действительно так сложно, вот, оборудовать пляж, или это дорого, вот, во что мы упираемся? То есть какие-то минимальные требования должны быть для оборудования пляжа? Ну, здесь есть требования, они существуют, нормативные документы, согласно нормативным документам. Конечно, стоимость, может быть, и не так большая, но самая большая, это, так сказать, финансовая составляющая, это водолазное обследование, затем приобретение средств спасения, как-то лодка должна быть, не обязательно моторная, грибная лодка, обыкновенная лодка, навесная. Круга недостаточно. Да, значит, спасательный круг, спасательный жилет, конец Александрова, то есть, ну, необходимый набор такой есть, ну, должен быть, быть спасатели дежурить, спасательный пост. Здесь тоже проблема, они должны быть подготовлены, ну, их просто так тоже общественники дежурить. У нас есть освод, ну, на все водоемы освод, не во всех районах он еще создан, в Сарапольском, Глазовском районе функционирует, но в других районах еще, в общем-то, практически еще нет освода, где бы добровольно люди дежурили на пляжах. Сергей Иванович, а вот в этом году частные пляжи будут открываться, и вообще частники обращаются к спасателям, ну, за каким-то обследованием вот своих пляжей? Ну, пока не планируется, частные пляжи, не планируется. Вот таких заявок у нас не было пока. Вот еще о погибших. Года три назад вы в интервью говорили, что 80% всех утонувших находились в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас как-то изменилась эта ситуация? Нет, не изменилась, не изменилась. Я даже могу сказать, что вот может трое погибших у нас есть, но вот только подросток был в трезвом состоянии, а два мужчины утонули, они были в нетрезвом состоянии. Вот. Поэтому эта цифра, вот она последние годы стабильно сохраняется, 70-80% гибнут либо в алкогольном, либо в наркотическом опьянении. Ну, таким людям, наверное, все равно действительно, где купаться, это оборудованное место или нет? Да, особенно это касается вот тех, кто выезжает на рыбалку, они, как правило, вечером на берегу, так сказать, отдыхают, и после того, как порыбачили, они стремятся окунуться в воде, а там, естественно, никто, никаких водолазов, никаких спасателей нет. Поэтому я хочу здесь одно сказать, что нужно быть очень осторожным на воде, с водой всегда надо быть на вы, потому что там могут быть и течения, водовороты, посторонние предметы, и просто можно не рассчитать силы свои, а помочь им может так случиться, что и некому будет помочь, потому что на водоеме вы можете быть там, ну, одни, к примеру. То есть я хочу вот как раз на это нацелить всех, что вода, она не прощает таких вот, такого отношения, ну, говорят, так пренебрежительного к себе. Это заканчивается, как правило, большими неприятностями. Сергей Иванович, в эти выходные добавятся у вас работы, открывается навигация. Вот в этом году какова армия, насколько она большая, это армия гидроциклов, катеров и моторных лодок? Ну, наша республика, наш регион, будем так говорить, занимает пятое место по количеству маломерных судов в Приорском федеральном округе. То есть у нас очень, ну, будем говорить так, что Эрика Кама у нас дает очень много, значит, судоводителей, привлекает любителей рыбной ловли, ежевский пруд, ну, и такие еще водоемы, как Иш, Чепса и так далее. У нас на учете более 25 тысяч маломерных судов. Вот. И более 15 тысяч судоводителей. Ну, вот 11-го числа открывается навигация для маломерных судов. Конечно, все с нетерпением этого момента ждут, выйдут на водоемы. В основном это Река Кама, Воткинский пруд, Воткинское водокрадилище и Ижевский пруд. Что в этой связи я хотел бы подчеркнуть? Ну, во-первых, опять же таки, я напомню ситуацию, когда 12 июня прошлого года мы имели тяжелое происшествие на водоеме, на Ижевском пруду, когда в ночное время после празднования Дня России катер столкнулся с препятствием недалеко от Ижевского пляжа, когда погибло три молодых человека. Вот это происшествие первое за последние 15 лет. Не было у нас таких тяжелых случаев. И погибали там один человек, выпал из лодки и так далее. Но вот такого тяжелого случая у нас не было в последние 15 лет. А вот новые владельцы, то есть те, которые только что приобрели, например, гидроцикл, вот схема действий, нужно получить какие-то права, обратиться за разрешением? Вот алгоритм этих действий. Ну, я скажу, что мы с весны уже, ну не мы, а школы подготовки судоводителей работают. Они подготовили уже более 150 человек в этом году. Это люди, которые выйдут впервые на водоемы. У них были приняты как теоретические экзамены, так и практические экзамены на Ижевском пруду. Но для них особенно, конечно, я хотел бы подчеркнуть, кто впервые выходит на водоемы. И, конечно, быть особенно, бдительным и осторожным. Конечно, существует административный кодекс. Значит, здесь за нарушение правил плавания несколько статей. И штрафы варьируются от 300-500 рублей до 2000. И лишение прав до года. Ну, я думаю, что самое главное здесь, конечно, не рисковать, во-первых, и своей жизнью, и жизнью других людей на воде. Спасибо, Сергей Иванович, что пришли и ответили на наши вопросы. Я вам хочу пожелать спокойного сезона в этом году и поменьше работы. Ну и удачного и приятного отдыха нам всем. Спасибо. А это было «Экспертное мнение». До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин